всем привет и снова немного факторий схема слежения за болерами у меня есть теперь построю что-то похожее и для атомной энергосети нового будет мало и по факту я покажу не схему а метод наверняка то что я построю можно сделать гораздо лучше компактнее и точнее итак приступим реактор теплообменники и турбины не подключается к логической сети но зато можно отследить расход воды которую потребляет весь этот комплекс уже по этому расходу судить о нагруженности системы отслеживать всю потребляемую воду не обязательно достаточно выделить один блок только его нужно соответственно подготовить убрать все буферы и несбалансированные элементы под полной нагрузкой 4 теплообменника не вытянут 8 турбин теперь подготовим подачу воды для того чтобы можно было подсчитать ее расход для этого я подключу насосы через flip-flop минус этого решения в том что когда бак будет заполняться измерение нагрузки производиться не будет далее таймер в описании турбины указан расход жидкости за одну секунду я буду производить замер течение двух секунд в теорий 7 турбин под полной нагрузкой за 2 секунды должны зарасходовать 840 единиц пара и по идее такой же объем воды должен уйти в теплообменники но на практике цифры конечно же будут другими теперь построим ячейку памяти которая будет запоминать количество воды в баке в момент когда желтый равен нулю отрицательный сигнал из стирателя будет подаваться на ворота по зеленой сети по этой же сети на ворота подается и положительный сигнал из бака в результате зеленом проводе получаем растущий отрицательный сигнал воды который будет обнуляться каждые 2 секунды мне для дальнейших операций нужна минимальная величина которую он будет достигать ставим вторую ячейку памяти здесь ворота откроется уже при желтом равном минус единице в этом случае сохранится наименьшее значение ну и на выходе стирателя получим постоянный положительный сигнал с объемом воды израсходованы за 2 секунды увеличим нагрузку на сеть еще раз проверим расходы потребление энергии выросла а вместе с ним и расходы воды теперь узнаем какой расход воды покажет схема когда потребление энергии превысить ее производство то есть максимально возможное результата нет потому что вода в баке не расходуется а наоборот пополняется за счет насоса далее переведем полученные значения в проценты сперва для точности в первом комбинаторе умножим входящий сигнал на 100 и потом во втором разделе на том что получили стирателя при полной нагрузке это число будет одним процентом ну и на выходе уже будет окончательный результат загруженности не только одного блока но и всех турбин системе загруженности реактора по этим цифрам измерять не стоит лучше изначально соблюдать правильные пропорции всех компонентов производящих энергии и на этом пожалуй все далее немного тестов чтобы проверить насколько точно совпадают цифры а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!